Ветхого Завета 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 Соломону. И я придерживаюсь тоже в данном случае традиционной точки зрения. На мой взгляд, она сильнее всех остальных. Итак, Соломон несколько раз упоминается в этой песне в качестве главного героя. Песнь песен, 3 глава, 7 стих. Вот одр его Соломона. 3 глава, 11 стих. Пойдите и посмотрите через Сионский на царя Соломона в венце, которому венчала его мать его в день бракосочетания его. 8 глава, 11 и 12 стихи. Виноградник был у Соломона в Валгамоне, а мой виноградник у меня при себе. Тысяча пусть тебе Соломон, двести стерегущим плоды его. Здесь уже присутствует даже не просто описательно, как бы со стороны упоминания Соломона. Вот одр его Соломона или посмотрите на царя Соломона в венце. А здесь присутствует уже обращение во втором лице к Соломону. Тысяча пусть тебе Соломон. Соломон. Соответственно, показывает содержание этой песни, что Соломон является ее героем. И поскольку в 3 главе он является героем свадебного торжества, брачной процессии, и вся книга о взаимоотношениях вот этой женщины, девушки Соломиты, обращающейся во втором лице к Соломону, и именно о его бракосочетании говорится, посмотрите на царя Соломона в венце, которому увенчала его мать его в день бракосочетания его. Все это вместе складывается в такую картину, что действительно речь идет о отношениях Соломона вот с этой девушкой Суламитой, возможно, Сунамитой, Сунамитянкой. Я тоже немножечко забегаю вперед. И о его бракосочетании. Согласно иудейской традиции, Соломон написал эту книгу в пору юности, когда у него еще не было огромного гарема, потому что эта книга воспевает такую вот эксклюзивную любовь, эксклюзивные отношения. И кажется, что те эпитеты, которые здесь используются, и вот те уверения в своей полной преданности и верности, и большой любви, кажется, что они не очень подходят к идее гарема. Поэтому, наверное, действительно это наводит на мысль, наталкивает на мысль, что Соломон мог написать эту книгу в самую юность. Может быть, это его первая любовь или что-то наподобие. Однако это не совсем соответствует, не очень хорошо вписывается в содержание книги. Дело в том, что в самой книге упоминается уже 60 цариц и 80 наложниц и девиц без числа. Хотя девицы без числа это, скорее всего, просто антураж, то есть служанки, которые сопровождают процессию. Но вот 60 цариц и 80 наложниц это уже вполне официальный статус. То есть, значит, у Соломона уже было много браков. Как мы помним, в конце жизни его полный гарем насчитывал 700 жен и 300 наложниц. Вот на фоне 700 жен цариц и 300 наложниц, 60 цариц это еще самое начало, меньше 10% можно сказать. В этом смысле, да, конечно, то, что здесь описывается, это явно не старость Соломона. Это действительно больше подходит к его молодому периоду. Но, по-видимому, браки заключались с огромной скоростью. Ну и вообще, чтобы 700 цариц и 300 наложниц, то есть 1000 браков заключить, в течение зрелого возраста, да, нужно заключать по множеству браков каждый год. Поэтому мы можем предположить, что это действительно первые годы его царствования, и он еще остается вполне молодым. Или, может быть, это середина его жизни, зрелые годы, когда у него уже был большой опыт общения с противоположным полом. И вот с такой точки зрения, если посмотреть, если мы подумаем, что это не обязательно его прям зеленая молодость, так скажем, но уже какие-то зрелые годы, с такой точки зрения наш вопрос вот этот вот, да, соответствует ли это большому количеству, соответствует ли содержание книги, где он говорит о таких особых и эксклюзивных отношениях, и о такой особой большой любви, соответствует ли это обстановке гарема, да, или ситуации, когда есть большое количество жен уже. Так вот, если Соломон пишет уже в зрелом возрасте, и у него уже есть множество жен, то вполне возможно, что он описывает здесь некоторую идеализированную картину, которая не обязательно отражает его чувства, так скажем, в данный момент времени к данной конкретной девушке, но это некоторая, может быть, идеализированная картина, где он описывает уже на основании большого жизненного опыта и большого семейного опыта, которые включают уже взаимоотношения со многими женами и наложницами. И с такой точки зрения, в принципе, можно сказать, что опыт Соломона в данном случае не против него играет, а наоборот ему помогает. То есть он может уже описать взаимоотношения с сознанием дела, а не просто как наивная зеленая юность. То есть он описывает уже не просто руководствуясь биологической природой, инстинктами и гормонами, но он по прошествии времени, оглядываясь назад, описывает вот этот вот идеальный период, идеальный период действительно юных, юной любви, так сказать, но описывает уже с точки зрения зрелого и опытного человека. Так что книга от этого только приобретает в своей ценности. На более поздний период его жизни указывает и наличие арамеизмов в этой книге. Соломон – это единственный автор целой библейской книги, который был царем, и будучи государственным деятелем, скорее всего, он вел обширные международные переговоры. Как вы помните, его царство подчинило себе очень многие окружающие государства, и основным языком в общении, по крайней мере, с ближайшими государствами, может быть, не с далекими, но с ближайшими государствами, основным языком, скорее всего, был арамейский или очень близко стоящий к нему финикийский. Поэтому Соломон, у Соломона было основание, была причина, чтобы разговаривать даже регулярно на арамейском языке. Более того, у Соломона было множество иностранных жен, то есть вот эти вот 700 жен, наверное, очень многие из них были из других народов, из других городов, то есть это были династические браки, скрепляющие отношения, скрепляющие его империю. И поэтому вот эти вот жены, они говорили каждое на своем наречии. Моавитянки говорили на омовитском, амонитянки на омонитском наречии, афиникийские, египетские жены и так далее. И для общения со всеми ними, скорее всего, Соломон тоже пользовался арамейским языком. То есть я не думаю, что он общался со своими женами чужеземными через переводчика. И, конечно же, даже если его жены и учили еврейский язык, то вполне возможно, логично предположить, что Соломон все равно использовал еще какой-то дополнительный международный язык, язык международного общения. И таким языком для всех окружающих, ближайших народов, скорее всего, был арамейский, поскольку он был основой и был общим для всех них. И моавитский, и амонитский, и финикийские языки, они стоят очень близко к арамейскому. Вот эти вот две особенности отличают Соломона от всех остальных авторов Писания и как раз-таки могут объяснять необычные лингвистические характеристики его книг, особенно книг «Песни-песни» и «Экклесиаста», а именно наблюдаемое всеми толкователями, всеми читателями, образованными, знающими языки, наблюдаемое наличие арамеизмов. Причем интересно, что вот из трех книг, которые мы приписываем Соломону, и Писание приписывает Соломону, мы книгу «Экклесиаста» еще разберем с вами попозже, и то же самое мы более подробно будем аргументировать в отношении книги «Экклесиаста». Так вот, из трех книг Соломона, это притчи «Песни-песни» и «Экклесиаста», количество арамеизмов тоже разнится. В книге «Притчи» меньше всего арамеизмов, в книге «Песни-песни» их больше, и в книге «Экклесиаста» их еще больше. И вот если мы выстроим эти книги по количеству арамеизмов, то можно предположить, что они отражают продолжающееся влияние арамейского языка в его жизни. Наименьшее количество арамеизмов в книге «Притчи», поэтому я бы поставил книгу «Притчи» на самый ранний период, вопреки тому, что очень часто книгу «Притчи» ставят позже, чем книгу «Песни-песни». Очень многие люди, ну, как бы руководствуются, как мне кажется, такими субъективными соображениями. Да, здесь нет никаких объективных других данных, здесь это исключительно субъективные соображения, некоторое влияние традиции. Так вот, представление о том, что описываем в книге «Песни-песни» и «Любовь» — это достояние юности, поэтому книгу «Песни-песни» Соломон написал в самый ранний период. Книга «Притчи» — это уже влияние мудрости в воспитании детей, книгу «Притчи» он написал позже, и книга «Экклесиаста», она по многим признакам соответствует самому позднему периоду его жизни, возможно, периоду старости. Так вот, я бы здесь поменял эти книги местами, и я бы предположил или предложил, что книга «Притчи» — самая ранняя у Соломона, книга «Песни-песни» — зрелый период, и книга «Экклесиаста» — самая поздняя конец его жизни. И вот наличие армиизмов, оно как раз здесь распределяется именно таким образом, в книге «Притчи» их меньше всего, в «Песни-песни» — больше, в книге «Экклесиаста» — еще больше. Ну и, как я уже объяснял, в книге «Песни-песни» упоминаются уже 60 цариц и 80 наложниц, что уже никак не соответствует самой зеленой юности, да, по крайней мере, несколько лет, вероятно, должно было уже пройти в жизни Соломона. А книга «Притчи» скорее всего отражает как раз-таки тот период, когда у него начали рождаться дети, и появилась необходимость воспитания детей. Поэтому я бы расположил эти книги таким образом, хотя это не столь принципиально, и, безусловно, это не какая-то вот жесткая такая вот догматическая позиция, это лишь субъективное мнение, и в любом случае доводы, любые доводы по распределению этих книг, вот по их последовательности в жизни Соломона, по хронологии, оно в любом случае будет субъективным и опираться будет лишь на косвенные доводы. Дальше. Исторический и культурный фон. Историческим и культурным фоном для книги «Песни песней» будут являться многочисленные поэмы о любви, которые существовали уже и в Древнем Египте, и в Месопотамии. Египетские поэмы о любви, которые датируются начиная от XIV века до н.э., посвящены описанию любви между юношей и девушкой, не делают акцента на браке или на семейных отношениях. В отличие от этого, книга «Песни песней» делает акцент на браке, то есть, как мы с вами будем говорить чуть позже, там упоминается брачная церемония напрямую, брачный пир упоминается напрямую, и, как я скажу чуть позже, вся атмосфера книги «Песни песней» соответствует периоду брачного пира. Месопотамские поэмы о любви, которые относятся к еще более древнему периоду, почти всегда говорят о любовных связях между богами. И даже если они использовались в контексте каких-то брачных церемоний, то отправной точкой и, так сказать, точкой сравнения для них служат отношения между богами, и, как правило, они имеют гимновую или литургическую окраску, хотя некоторые толкователи пытаются то же самое приписать и книге «Песни песней», это вызывает сомнения. История толкования. Можно выделить три основных подхода к толкованию книги «Песни песней». Первый подход – это аллегорическое или типологическое толкование. Когда мужчина, главный герой книги «Песни песней», воспринимается как аллегория или прототип бога, а женщина, невеста воспринимается как аллегория и прототип божьего народа. В частности, в иудейской традиции книга «Песни песней» очень часто, очень часто, в том числе толмудическими раввинами, толковалась как описание любви между Яхве и Израилем. И даже когда в первом веке и в конце первого, в начале второго веков нашей уже эры в Талмуде описывается, как поднялись некоторые вопросы в отношении каноничности книги «Песни песней». Надо сказать, что это были именно вопросы, это не было включением книги в канон, она уже была в каноне, но поднимались вопросы, достойна ли она того, чтобы быть в каноне. И раввины дали ответ на этот вопрос такой, что никогда раньше эта книга не подвергалась сомнению, что подчеркивает, что она уже была в каноне. И второй ответ, который они дали, заключается в следующем, что весь Израиль, или вернее, весь мир, весь мир недостоин того дня, когда книга «Песни песней» была дана Израилю. То есть вот так вот она высоко была оценена, что весь мир и вся история недостойна того дня, когда Бог дал Израилю книгу «Песни песней». Как вы понимаете, вот такая оценка книги «Песни песней» может соответствовать лишь одному толкованию, только лишь аллегорическому. То есть раввины воспринимали чаще всего эту книгу как аллегорическое описание любви между Богом, Яхве, и его народом, Израилем. В христианской традиции, неудивительно, которая даже в еще большей степени, пожалуй, чем предшествующий ей иудаизм, последовала путем аскетизма. Достаточно рано стали складываться аскетические тенденции, и, соответственно, интимные отношения даже между мужем и женой, они хотя и допускались, естественно, но допускались как вынужденная необходимость для продолжения рода, а всякое чувственное наслаждение, оно всячески принижалось, считалось чем-то более низменным, потаканием каким-то низменным животным страстям. И поэтому, вот с такими, учитывая такие аскетические тенденции, нетрудно понять, почему в христианской традиции толкования тоже очень быстро возобладало аллегорическое толкование книги «Песни-песни». И если мы наложим вот эту вот аскетическую тенденцию, эту подозрительность, так скажем, ко всякому чувственному наслаждению, даже в браке, если мы наложим это на уже существующий герменевтический подход к толкованию Библии как аллегории вообще, то есть даже в других местах Священного Писания, к толкованию любых повествовательных текстов как аллегории. Так вот, если мы наложим это на уже существующую школу аллегорического толкования, которую часто связывают с Александрийской экзогетической школой, да, там у александрийцев часто и в иудаизме было аллегорическое толкование, и многие христианские учители ранних веков, вышедшие из того региона, из той школы, тоже характеризовались аллегорическим толкованием, ориген тот же самый. Так вот, учитывая вот эти вот тенденции, аллегорическое толкование Писания в целом, плюс аскетические тенденции, аллегорическое толкование Книги Песни Песней большинством ранних христианских авторов было, можно сказать, предрешено. Предрешено. На таком фоне, на таком общем историческом фоне, конечно, было бы странно и неожиданно увидеть буквальное толкование, где превозносились бы супружеские отношения. Разница между аллегорическим и типологическим подходами, разница между аллегорическим и типологическим подходами заключается в следующем. Согласно аллегорическому подходу, описываемые в книге события не имеют реального исторического основания, поэтому Соломон, упоминаемый там, вообще берется просто как некий идеализированный образец великого, великолепного, могущественного царя. И в этом смысле Соломон выступает как аллегория Бога или Христа. Это аллегорический подход. Соответственно, не нужно искать в жизни Соломона реальную вот такую вот историю с такими событиями, потому что к самому Соломону она не относится. Детали истории вымышленные. Соломон берется просто как аллегория. Это просто символическое описание взаимоотношений между Богом и Израилем или Богом и человеческой душой, или Христом и Церковью, или Христом и человеческой душой. Все вот эти вот варианты, они присутствовали в истории толкования. Согласно типологическому подходу, сюжет основан на реальных событиях, то есть у Соломона действительно была такая вот невеста с основными отголосками, описываемыми в этой книге. Это были отголоски реальных событий. Однако, эти события служат прообразом духовного, примерно так, как какие-то события из жизни Давида служат прообразом будущих событий из жизни Христа. Итак, это первый подход, аллегорическое или типологическое толкование. Как видите, они очень близки. И вот такой подход, аллегорический и типологический, он преобладал как в традиционном иудаизме, так и в христианской церкви на протяжении веков. Мифологическое толкование, это уже следующий подход, возникает в связи с развитием либерализма, когда развивается либеральная библеистика, которая не воспринимает чаще всего Библию, как достаточный или последовательный исторический источник и больше пытается найти корни библейских верований и библейских текстов, пытается больше найти корни в эволюционном развитии религии. Услышали, да? Это либеральная библеистика, либеральный подход. То есть, Библия не воспринимается как буквально исторический источник, последовательный исторический источник и пытается, либеральный подход, найти корни библейских верований и библейских историй в эволюционном развитии религии. Соответственно, куда смотрят либералы для сравнения, где они ищут источники в языческих религиях. Поэтому в книге «Песни песней» они будут видеть, что? Отголоски языческих гимнов в честь богов плодородия, которые мы можем найти в тех же самых месопотамских и даже ханаанских культах. И здесь уже кто куда пойдет, да, либо в Месопотамию, либо в Ханаан, в Угаритские те же самые эпосы и так далее. И кто-то будет искать отголоски погребальных церемоний, потому что очень часто погребение воспринималось как переход в иной мир, соответственно, душа как бы вступает в брак с богами или с каким-то конкретным богом, и поэтому, казалось бы, да, свадьба и похороны, что здесь общего, но что-то общее находят, да. Вот в этих вот верованиях, что при погребении душа как бы вступает в брачную церемонию с богами, да, и поэтому вот эти события находят отголоски или описываются в виде брака, описываются в виде свадьбы. Поэтому некоторые, как, например, Поуп, такой толкователь, пытались найти в книге «Песни песней» отголоски погребальных церемоний. Это мифологическое толкование. Ну и, наконец, в связи с развитием, в связи с реформацией и дальнейшим развитием протестантской герминевтики развивается и приобретает большую популярность буквальное толкование. Что сделала реформация в плане герминевтики? Очень многие реформаторы, и Лютер, и Кальвин, и другие нещадно критиковали католический аллегоризм, поскольку в католицизме очень многие аспекты экклесиологические, то есть аспекты церковной жизни и практики обосновывались путем аллегорического толкования Библии. И поскольку, читая Писание максимально непредвзято, мы не увидим таких практик, да, мы не увидим, мы увидим, что, наоборот, Писание говорит о каких-то других вещах, которым церковная практика уже к тому времени начала очень сильно противоречить. И поэтому, конечно же, реформаторы, они набрасывались с критикой на аллегорическое толкование, которое присутствовало в католицизме, и они использовали порой очень-очень резкие эпитеты, они называли это аллегорическое толкование всякими-всякими последними словами, ну, в духе своего времени, можно сказать, да, вот, мы не будем даже повторять все эти вещи, но они были дети своего времени в этом плане, в плане допустимых норм общения, так скажем, да, толерантности к каким-то оскорбительным, может быть, высказываниям, сарказму и так далее. Так вот, они выступали категорически против аллегорического толкования. Сами реформаторы не были в этом вполне последовательны. То есть, хотя они выступали против аллегорических толкований католицизма в экклесиологической сфере богословия, но они сохраняли аллегоризм во многих других сферах, ну, например, в эсхатологии они толковали Ветхий Завет, учения о последнем времени, учения о Тысячелетнем Царстве. Реформаторы продолжали толковать аллегорически, что и стало основой ковенантного богословия, ковенантной герминевтики в протестантизме. Так вот, и в отношении книги «Песни песней» ранние протестанты, реформаторы, насколько мне известно, большинство из них продолжали толковать эту книгу аллегорически. И вы можете найти у тех же самых пуритан много отсылок к книге «Песни песней» в чисто аллегорическом ключе. Итак, ранний протестантизм продолжает еще традицию аллегорического толкования, но уже заложены герминевтические тенденции. Уже заложена тенденция толковать писание писанием и воспринимать его так, как есть, максимально буквально, настолько буквально, насколько это позволяет здравый смысл. И вот когда эти тенденции были заложены, продолжает эта тенденция, продолжает пересмотр каких-то толкований в священном писании. В связи с этим начинается пересмотр еще некоторых моментов в экклесиологии. Отсюда возникает баптизм, буквальное восприятие крещения в Новом Завете. На фоне этих тенденций в конце 19 века возникает пересмотр эсхатологии, буквальное восприятие эсхатологии. Здесь протестантская эсхатология приближается к иудейской, которая всегда была буквальной в отношении эсхатологии. И вот эти тенденции буквальной герминевтики, они, продолжая идти своим курсом, они требуют того, чтобы применялись они все более и более последовательно. И, соответственно, в 20 веке возникает и традиция буквального толкования книги «Песни песней». И книга «Песни песней» начинает все чаще, во все большем количестве комментариев, особенно в протестантизме. Но, наверное, можно найти, я думаю, что где-то и у католиков, и у православных тоже такие, может быть, толкования. Так вот, буквальная герминевтика ведет к тому, что книга «Песни песней» все чаще начинает толковаться буквально, как книга, воспевающая взаимоотношения между мужчиной и женщиной в браке. И если подумать, то это имеет, даже если подумать с точки зрения содержания всей Библии и с точки зрения Божьего замысла о его откровении, что Бог хотел дать и открыть человечеству. Если подумать, то книга «Песни песней» – это единственная книга, если она воспринимается буквально, если воспринимается буквально, то это единственная книга, поощряющая и благословляющая интимное наслаждение в браке. Если только книгу «Песни песней» не воспринимать буквально или вообще убрать из священного писания, то во всех остальных книгах о браке говорится достаточно сдержанно, только в категориях, может быть, целей, предназначения, верности, заповедей и так далее. И даже когда говорится о любви мужа к жене и жене к мужу, то можно это ограничить только лишь, допустим, вот любовью, такой как любовь-долг, любовь-заповедь, любовь-исполнение закона, любовь, лишенная, так скажем, физического компонента. Можно было бы так это истолковать. Но книга «Песни песней», воспринимаемая буквально, она как раз-таки благословляет брак быть прекрасным институтом, который наполняет жизнь мужчины и женщины, состоящие в браке радостью и дающие им право на наслаждение друг другом. Что, в общем-то, и другими местами Писания тоже благословляется, в частности, когда Павел говорит в 1 Коринфянам 7 главе «Жене не уклоняться от мужа, мужу не уклоняться от жены, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Так вот, книга «Песни песней», воспринимаемая буквально, она эту сферу брака развивает, разъясняет и благословляет. Более того, в буквальном толковании, даже в буквальном толковании и то есть разновидности, и то есть разновидности. Здесь, наверное, наиболее популярны два подхода. Некоторые предлагают выделять трех героев и толкуют эту книгу таким образом, что в этой книге как будто бы присутствует девушка, пастушка, она упоминает, что она пасет стада, либо она находится там на полях где-то, и пастушок. И воспринимается так, что как будто бы отношения возникают между девушкой и этим пастушком, а Соломон появляется как антигерой. В третьей главе он упоминается дважды, в восьмой главе один раз, но эти упоминания, они, ну, не настолько ясные, чтобы их можно было бы железно воспринимать только лишь как взаимоотношения девушки с Соломоном, да, но вот поскольку они такие вот отрывочные, эти упоминания, поэтому возникает такая возможность такого толкования. Как будто бы отношения идут между девушкой и пастушком, а Соломон появляется как антигерой, который пытается покорить сердце девушки, увести ее в свой гарем, однако она сопротивляется его попыткам, сохраняя верность пастушку. Я думаю, что вот такое толкование с тремя героями, чем оно вызвано? Оно, скорее всего, вызвано как раз-таки тем когнитивным диссонансом, который возникает при чтении книги «Песни-песни», когда в книге «Песни-песни» описывается такая большая любовь между юношей и девушкой, между женихом и невестой, кажется, вот между этими людьми, и при этом, когда мы представляем себе на месте этого жениха Соломона, у которого уже 60 цариц и 80 наложниц, кажется, что это не вяжется вместе. И вот, наверное, вот этот вот диссонанс, он как раз-таки и подталкивает к тому, чтобы люди начали искать какое-то другое объяснение. А, наверное, здесь есть другой герой, что вот юноша и девушка, которые между собой во всей этой книге переговариваются, это другие люди, а Соломон там появляется как какой-то антигерой. Но у меня все-таки вызывает сомнение такое толкование, потому что при прямом и последовательном чтении книги все-таки трудно увидеть в ней Соломона как антигероя. Наоборот, когда Соломон описывается, там он описывается с восхищением, таким же восхищением, с которым описывается главный герой в первой главе. Более того, когда идет описание в первой главе, в первой главе, там упоминаются многие элементы дворца. Это большое количество девиц, это царская обстановка, это дом пира, мы об этом чуть позже поговорим. Кажется, что это все-таки плохо соответствовало бы описанию простой пастушеской жизни на природе, так скажем. И вообще вся вот эта вот линия сюжетная, когда Соломон якобы пытается покорить сердце девушки, увести ее в свой гарем, она должна вчитываться в текст слишком сильно, и с самого текста она напрямую не следует. Поэтому вот такое толкование, что как будто бы в этой книге речь идет о трех героях, оно мне не очень нравится. И больше, мне кажется, более простым и соответствующим простому, бесхитростному толкованию книги, является толкование, где в книге два героя – девушка и юноша. Так вот, два героя, здесь тоже есть два варианта. Либо девушка и Соломон, либо девушка и безымянный юноша, уподобляемый Соломону. Опять же, вот когда мы пытаемся уйти от Соломона как главного героя, это вызвано, опять же, вот этим вот диссонансом между многоженством Соломона и теми чувствами, которые описываются в этой книге. Вот. Итак, мне больше нравится и кажется соответствующим простой последовательной герминевтике, мне кажется, толкование буквальное и толкование, где есть лишь два героя. И, честно говоря, мне больше нравится толкование, что это девушка и Соломон. Поскольку она обращается к Соломону напрямую в восьмой главе, во втором лице тебе, Соломон, да, и ему что-то предлагает, и в контексте, при любой попытке толкование все-таки кажется, что то, что она предлагает, это некие дары, которые показывают, что он является для нее приоритетным по сравнению со всеми остальными молодыми людьми. Это плохо вписывается в ту концепцию, что это кто-то другой, а не Соломон. Ну, либо тогда уже это условное обозначение такое, что эй, ты царь, да, или тысяча тебе Соломон, как бы такое вот условное наименование. Но это тоже все требует, так скажем, больше обходных путей при толковании. Мне кажется, простое толкование, особенно с учетом того, что в третьей главе такое большое внимание уделяется брачной церемонии Соломона, и по описанию там явно описывается не пастушок, а именно Соломон. То есть вот сопоставляя все эти вещи вместе, мне кажется, что главными героями являются именно девушка и именно Соломон, два человека. А как это связать, опять же, с многоженством Соломона, я думаю, что это можно легко объяснить, с учетом того, что Соломон как бы описывает эту историю, оглядываясь назад, как некую идеализированную историю взаимоотношений, но пишет в тот период, когда у него уже было много жен. То есть, может быть, вот таким вот образом мы можем объяснить то, что происходит в книге. Жанр этой книги – это поэма о любви. Это премудростная литература, потому что она учит определенным мудрым принципам в отношении жизни, в данном случае в отношении брака. Некоторые предлагали еще такие дополнительные характеристики жанровые, и я думаю, что мы можем их принять во внимание. Это жанр драмы. Что подразумевает драма? Помните, когда мы разбирали книгу Иова, мы уже касались немножечко этого вопроса. Книга Иова построена на диалогах героев, то есть главную часть книги, содержание ее, составляют не описание событий, а диалоги между героями. Точно так же и в книге «Песни песней». Главную линию или главное содержание книги составляют не описание каких-то событий, а диалоги между героями. Соответственно, эта книга относится к жанру драмы. Драма, то есть это то, что соответствовало бы, например, театрализированной постановке. Театрализованной постановке. И есть еще одно интересное дополнение. Мы можем охарактеризовать, или некоторые авторы предлагают охарактеризовать эту песню как эпиталамий. Эпиталамий – это термин, которым обозначается набор песен, которые поются во время брачной церемонии. Это тоже драма, то есть это тоже диалоги между героями. Один человек говорит одну часть, другой человек отвечает ему и так далее. Так вот, чем отличается эпиталамий от драмы? Если драма – это все-таки последовательно разворачивающиеся диалоги между героями, то эпиталамий не обязательно следует какой-то последовательности. Это как бы можно сравнить с какими-то вспышками воспоминаний, то есть одна песня выхватывает один момент из жизни, другая песня – другой момент. И когда они складываются вместе, они охватывают как бы разные аспекты взаимоотношений. Они могут быть выстроены еще определенным образом, как мы дальше, посмотрев на структуру, увидим, что песня, скорее всего, выстраивается вокруг общего центра. Но, тем не менее, не следует искать в этой песне, песне-песне, не следует искать строгую последовательность разворачивающихся событий или строгую последовательность диалогов. То есть вполне возможно, что это отдельные песни героев, которые поются во время брачной церемонии и выстроены вокруг какого-то общего, какой-то общей структуры. В частности, один толкователь, Дуэйн Гарритт, отмечает, что мужской и женский голоса в этой книге – это части песни, а не герои постановки. Он пишет, невозможно правильно понимать песнь-песней, обойдя вниманием тот момент, что это лирическая поэзия, а не драма. Под лирической поэзией я имею в виду строчки, которые пели с музыкальным сопровождением, как бы это не выглядело в древнем мире. То есть мы не знаем точно, как именно это выглядело, но как-то это было. И вот такой литературный жанр не обязательно рассказывает связанную историю в хронологическом порядке. Автор использует серию образов, порой почти сюрреалистичных, то есть как будто бы выхваченных из реальной картины. Знаете, как будто бы в каком-то фильме, знаете, возникает такая идея или такая картина, когда рассказывая о каких-то воспоминаниях, фильм показывает, какой-то сюжет выхватывает и ярким светом его засвечивает, да, а остальное все темное. Так же и здесь, как будто бы какие-то отдельные детали засвечены ярким светом, а все остальное как будто бы ретушируется и остается неясным и необъясненным. Автор использует серию образов, порой почти сюрреалистичных, чтобы нарисовать словесную картину и вызвать определенный эмоциональный отклик. Параллели можно найти в классической литературе. Лирическая поэзия – это пиндар, эпическая – гомер, а драматическая – софокл. Итак, книгу «Песни песней» можно представить в виде диалогов героев, более того, возможно, песенных героев. Не случайно она называется «песнь», то есть она предназначалась для пения, скорее всего, судя по тематике, для пения во время свадьбы. Так вот, это может быть набор песен, которые поются во время брачной церемонии, в котором не нужно искать строгой последовательности сюжета или четкой последовательности диалогов. Это могут быть как бы отдельные вспышки, что не исключает объединяющие их какой-то общей структурой, о которой мы поговорим чуть позже. Продолжение следует... Продолжение следует...